Конечно же, возможность подзаработать привлекала людей всегда. Если есть дополнительные навыки, умения и периодически выкраивается в свободное время, значит есть шансы воспользоваться дополнительными возможностями, предлагаемыми государством. Речь идет о самозанятости. Перечень видов деятельности, которыми могут заниматься люди, довольно обширен. От репетиторства, разработки сайтов и приложений до строительных работ. Статьей 337 Налогового кодекса Республики Беларусь предусмотрен обширный перечень работ, которые физические лица в настоящее время могут осуществлять без регистрации предпринимательской деятельности. В частности, в отношении строительства это штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола, а также облицовка стен. Для того, чтобы начать заниматься такой деятельностью, гражданин должен выполнить несколько простых шагов. Первый – встать на учет в местном налоговом органе по месту прописки. Второй – подать письменное заявление в произвольной форме о выбранном виде деятельности, месте и периоде ее введения. И третий – уплатить единый налог. Причем тогда, например, оказывать услуги строительного профиля человек сможет не только физическим, но и юридическим лицам. Привлекательность заключается в том, что не нужно ввести никакую документацию и отсутствует необходимость соблюдения порядка приема наличных денежных средств. Это что касается выполнения работ по заказам граждан. Для субъектов хозяйствования физические лица также имеют право выполнять вышеуказанные работы, но в то же время в данном случае субъекты хозяйствования заказчики уже обязаны удержать подоходный налог с суммы дохода гражданина. Ставка налога составляет 13%. В то же время, как рассказала Оксана Тараданова, несмотря на некоторые законодательные послабления, в практике инспекторов все же есть случай незарегистрированной предпринимательской деятельности, в которой взаимоотношения заказчика и исполнителя не регулируются никакими документальными обязательствами. Если это будет доказано, в отношении исполнителя будут применены меры административной или уголовной ответственности.